При оформлении ОСАГО изменен коэффициент стажа и возраста. Минимальный коэффициент получат молодые водители, которые только получили водительское удостоверение. Минимальный можно получить уже в 30 лет при стаже вождения от 10 лет. Безаварийное вождение класс снижает, а попадание в ДТП наоборот повышает. Так, для водителей, которые добросовестно водят автомобиль, не нарушают правила дорожного движения, не попадают в аварии, тарифы будут ниже. Для водителей, которые нарушают правила дорожного движения постоянно, также они раз в год подают в аварию, для них тарифы будут выше. Проступки повлияют на стоимость страховки только если они были запротоколированы сотрудникам ГИБДД. Видео и фото с камер фиксации нарушений пока во внимание принимать не будут. Как пояснили нам в салоне Саров Моторс, тариф ОСАГО также будет зависеть от назначения автомобиля. Водители, использующие машину для семейных нужд, совершают меньше правонарушений, чем, например, таксисты. По предварительным данным, страховка подорожает для 15% автовладельцев. Именно столько, по сведениям разработчиков законопроекта, на российских дорогах лихачей. Раньше, если человек не был вписан в течение какого-то времени, в течение года, например, ни в один из полюсов, не страховался, не был нигде зафиксирован, у него слетал КБМ, как раз вот этот класс, и были потом проблемы с оформлением страхового полюса нового. Сейчас же вот этот КБМ сразу же, то есть можно не страховаться в течение года и так далее, не вписываться ни в один из полюсов. Сейчас все будет автоматически пересчитываться каждый год. Специалисты салона Саров Моторс отметили, что минимальные и максимальные значения базовых страховых тарифов будет устанавливать Центробанк. Еще одно нововведение касается техосмотра. До 30 сентября включительно разрешено покупать страховые полюсы без предоставления диагностической карты. Ее или свидетельство о прохождении ТО при этом нужно предъявить страховщику не позднее 31 октября. Продолжение следует...